Здравствуйте. Мы находимся около Дворца культуры «Современник». Здесь находится один из избирательных участков. К нему Роман пришел на колесах. Его кресло стандартного образца. В ширину 90 сантиметров, в длину чуть больше метра. Такой коляске пандус покоряется на раз-два. Вполне нормативно, уклон выдержан. Хотелось бы, конечно, на последнем участке сделать его более пологим. Для колясочников важная деталь. Покатый пандус – это безбарьерный доступ в любое здание. Осенью в этом ДК организуют избирательный участок, один из самых крупных в городе. Внимание к нему – щепетильная причина в особом статусе избирателей. В микрорайоне много инвалидов-колясочников. Обращаем внимание, прежде всего, на входные группы, на доступность с точки зрения парковочных мест. Если люди подъезжают на автомобили, чтобы было необходимое количество парковочных мест, чтобы они были расположены в непосредственной близости к избирательному участку. На этом объекте парковка в 50 метрах. Это хорошо. Места оборудованы разметкой, знаками, специальные элементы и на самом здании. Кнопка вызова помощника у главного входа в ДК. Такие объекты, например, как Дворец культуры современник, он является, как это говорится, общественным зданием. И такие здания у нас в городе делают сейчас доступным и всё. Доступность объектов оценивают общественники, чиновники и сами инвалиды. Недочеты фиксируют и исправят вместе. Избирательные участки будут расположены и в школах. 11-я в Коврове – одна из лучших. Входная группа оборудована спецпорогом для слабовидящих ковровчан. Есть удобный пандус, на нём кнопка вызова помощника. Это уже дополнительный звонок мы тоже установили. Если человек сам на пандус уже добрался, то есть он здесь может делать звонок, мы выйдем, поможем ещё с входными дверями. То есть открыть, где-то завести, что-то помочь, где-то подсказать. Эта помощь тут высокопрофессиональная. Школьный персонал обучен и повышает квалификацию ежегодно. Кристина Полякова, замдиректора, говорит, доступная среда в школе организована по нацпроекту. Благодаря этому здесь проходят мероприятия любого профиля. В период выборной кампании тоже опыт берут за основу коллеги из других образовательных учреждений. У нас в городе разворачиваются 64 избирательных участка. Один дополнительный всегда в центральной городской больнице для тех людей, которые день голосования находится на стационарном лечении. Поэтому мы прилагаем все силы для того, чтобы инвалиды, в первую очередь маломобильные группы, могли принять участие в голосовании. Помогать будут и члены общественного штаба. Он создан месяц назад. Представители разных общественных организаций будут наблюдать за ходом избирательной кампании в регионе. Уже подписано несколько соглашений о сотрудничестве в Коврове в том числе. Заключая соглашение с некоммерческими организациями, с общественными организациями, мы расширяем таким образом возможность общественного контроля. Мы говорим о том, что гражданское общество существует, и людям не все равно, как будут проходить выборы. Надо все эти стереотипы поменять, что пусть ко мне придут домой, а быть самостоятельным в любом случае с любыми проблемами здоровья. И это людям, наоборот, дает какой-то стимул к жизни. Главная задача членов штаба – обеспечить комфортные условия во время выборов для всех жителей региона, особенно маломобильных избирателей. К тем, кто по состоянию здоровья не сможет прийти на участок, члены избиркома с переносными урнами приедут сами. Для этого нужно лишь сделать предварительный звонок. Наталья Забнина и Дмитрий Шаталов.